Телевизионный проект Международного медиаклуба «Формат А3» в эфире телеканала ИТВ. И наш сегодняшний гость в студии – президент Института национальной стратегии, известный российский политолог и философ Михаил Ремезов. Здравствуйте, Михаил. Рады вас видеть и приветствовать в нашей студии. И сразу хочется спросить о ваших впечатлениях о Крыме. Нам известно, что три года назад вы были в эпицентре событий, которые происходили на нашей крымской земле. Расскажите о ваших впечатлениях тогда и о ваших впечатлениях, когда вы сегодня приземлились на крымскую землю. Что поменялось в Крыму, на полуострове в целом? Действительно, в феврале 2014 года, тоже, кстати говоря, по приглашению клуба «Формат А3» здесь был, выступал. И потом какое-то время тоже провел до референдума в Крыму. Нельзя сказать, что у меня был такой большой прерыв. Конечно, я навещал Крым и по деловым, и по частным целям за эти три года. Что изменилось? Первое, что видит турист – это аэропорт. Я думаю, что это действительно была важная такая логистическая, если хотите, политическая задача. Ее решили в ситуации транспортной блокады обеспечить связку с материком, так скажем. Она решена. Не менее сложная проблема, а даже более энергетическая. Она тоже решена и решается, хотя не полностью. Есть проблема, которая пока не решена, или которая пока какие-то эпизодические временные решения имеет, водная. То есть есть какие-то такие большие экстренные задачи по Крыму, которые сейчас решаются. Конечно, какое-то хозяйственное оживление, строительное оживление присутствует. Но не будем забывать, что вот эти годы, эти три года, они практически для всего постсоветского пространства стали кризисными. Поэтому, при том, что в Крыму многое происходило и происходит, к сожалению, для всей нашей страны это происходит на фоне экономической стагнации. Поэтому пока я вижу проблему в том, что не запустилась масштабная системная инвестиционная активность, комплексная инвестиционная активность в Крыму. То есть, конечно, есть отдельные проекты, я уже назвал инфраструктурные, критически важные. Что-то делает бизнес, но все-таки масштабный инвестиционный маховик пока не раскручен. И вот, наверное, это задача на ближайшие годы. Да, вот только у нас завершился Ярсенский международный форум, где было заключено огромное множество, как всегда, документов, которые подтверждают или хотя бы дают надежду на то, что все-таки процесс этот наладится и будет все, скажем так, в этом направлении хорошо. Обязательно. И начать должны российские финансовые учреждения. В этом я глубоко обрежден. Потому что не может быть полноценного инвестиционного процесса, если нет нормальной полноценной банковской системы. Российские крупнейшие банки участвуют в санкциях против Крыма. Нужно прекращать. Без этого комплексного долгосрочного развития быть не может. Как решение крымчан, которое крымчане приняли на референдуме, отразилось вообще на российской, на экономике российской в целом? В целом мы понимаем. И хотелось бы услышать вашу точку зрения. К чему мы идем, как развиваемся в этом направлении? И потом мы плавно перейдем к санкциям. Как можно ли говорить о том, что Россия пострадала из-за того, что Крым присоединился? Что происходит на данный момент в этом направлении? Прежде всего, есть вещи важнее, чем проценты роста ВВП. Чем инфляция, девальвация и тому подобное. Это суверенитет, это достоинство, это национальное единство и так далее. Второе, экономическая стагнация, рецессия даже, началась в России в 2013 году. Не в 2014 году. Санкции придали остроту всему этому делу. И они вызвали такую резкую девальвацию национальной валюты. Но они не стали каким-то кошмаром для российской экономики. Они не являются первопричиной наших экономических проблем. Сегодня влияние санкций на экономику уже достаточно умеренное, ограниченное. То есть, это далеко не главная проблема, которую нам нужно в экономике решать. Поэтому, да, конечно, определенная острота была и для полуострова, и для России этого момента переходного. В социально-экономическом смысле. Но наши экономические проблемы имеют какие-то другие первопричины и другие решения, не связанные с санкциями. Хорошо. А с чем они могут быть, ну то есть, с чем они связаны? И опять-таки уже Крым, да, это как бы российская территория, Крым российский. А в Крыму ведь те же самые проблемы, что и по всей материковой России? Те же самые плюс специфические. Общие проблемы – это дефицит спроса, прежде всего. Что предприниматели называют в качестве, если мы говорим об экономике, что предприниматели называют в качестве главного ограничения. Важнее, чем налоги, чем бюрократическое давление, чем коррупция и все прочее. Это спрос. Это сужение спроса. Это касается и потребительского спроса, и инвестиционного спроса. Это происходит потому, что государство проводит довольно жесткую денежно-кредитную политику. В этой ситуации сжатие спроса неизбежно, подавляя инфляцию. Наверное, когда после 2014 года, в начале 2015 года были опасения распространения панических настроений в экономике, а не были, конечно, у правительства, в этом был определенный смысл. Вот эти панические настроения сгладить жесткой денежно-кредитной политикой, чтобы избежать худшего, избежать резкого обвала дальнейшего. Этого удалось избежать. Но сейчас нужно на этой платформе достигнутой устойчивости переходить к развитию, переходить к поощряющей, стимулирующей денежно-кредитной политике, то есть государственные расходы на инвестиции активировать, и не только в Крыму, но и по всей России, чтобы запускать разные отрасли сектора экономики, чтобы поддерживать потребительский спрос, делать более дешевым кредитование, по крайней мере, в каких-то отдельных привилегированных секторах и проектах и так далее. То есть без стимулирующей финансовой, кредитной, а, в общем-то, и налоговой политики, мы из этой стагнации в ближайшие годы не выберемся. И на Ялтинском форуме эти задачи звучали, там была представлена, мне кажется, вполне подходящая для нашей страны, как идеология общая, стратегия роста, разработанная группой экспертов, экономистов и ученых, в общем, действительно видных достаточно представителей нашей экономической науки. И мне кажется, как базовый сценарий, то, чем можно руководствоваться. Но вот примет ли на вооружение это наше правительство, я пока не знаю. И в этом есть большие вопросы. Россия, конечно, помогает Крыму, как может. А как Крым может помочь России? Как вы думаете, может ли Крым чем-то помочь вообще? Ну, вы знаете, в семье, в нации главная взаимная помощь – это само поддержание единства. Поэтому здесь нет отношений по принципу «ты мне, я тебе», если уж мы одна нация. Что касается того, какой вклад может Крым обеспечить в российскую экономику, в культуру, в идентичность, то этот вклад очень велик. Он уже очень велик, но если мы возьмем, скажем, такую нематериальную вещь, как карту нашей идентичности, то, как мы представляем себе образ страны в культуре, в своем сознании, то Крым, Севастополь занимают там огромное место. И именно поэтому стало возможным то, что произошло в 2014 году. Дальше у нас, у России так много выходов к теплым, относительно теплым морям. Нет, раз-два я обчелся, поэтому потенциал как курортной зоны более чем очевиден. И главное, недоинвестированность этой инфраструктуры тоже очевидна. Поэтому, а это значит, что есть рост, есть потенциал, перспектива для роста, для того, чтобы здесь был экономический рост. Если удастся решить вот эти инфраструктурные ограничения, финансовые ограничения с точки зрения банковской системы, условия ведения бизнеса, может быть уже некоторые специфические локальные ограничения, как избыток серой экономики, потому что Крым сегодня один из регионов, где доля серой экономики выше среднего по России. Есть и другие регионы аналогичные, но это тоже проблема, которая является барьером для инвестиций. Поэтому Крым может быть одним из локомотивов роста, по крайней мере, в таком региональном масштабе, вне всяких сомнений, если эти ограничения удастся снять. Если вот говорить о нации, вы приезжаете, общаетесь с людьми, с крымчанами. Скажите, крымчане как-то отличаются от россиян с материка? Дело в том, что в целом мы из крупных наций, если брать именно крупные нации, наверное, одна из самых однородных крупных наций. Вот если говорить о русских как народе, то по сравнению с китайцами гораздо больше нас, но они очень разнородные. Южные китайцы и северные не понимают друг друга, они недолюбливают друг друга. У них разные языки, только однописьменность. Южная и северная Италия – это тоже абсолютно разные миры. Из крупных наций, наверное, японцы отличаются такой однородностью. Но вот при всей этой однородности, то есть мы понимаем от Калининграда до Владивостока, говорим примерно на одном языке, примерно схожие культурные модели, стереотипы поведения близкие, но при этом, конечно, есть региональное разнообразие. Понятно, что северо-запад России, Кубань, Крым, Дальний Восток, Сибирь – это все разные региональные ареалы. Это все имеет свою специфику поведенческую, психологическую, в том числе, кстати говоря, связанную с различной историей развития хозяйственного, экономического развития этих регионов. Но поскольку в Крыму, в общем-то, много людей, которые переехали с материка по историческим меркам относительно недавно, то здесь как раз разница может быть гораздо меньше, чем между центром России и Сибирью. Ну, плюс, конечно, украинский период истории наложил отпечаток, просто сложились какие-то другие стереотипы, другие привычки, другие модели восприятия, модели поведения, кстати, в управлении это тоже сказывается. Ну, а что-то бросается в глаза, когда вы приезжаете в Крым, что крымчане, вот они такие какие-то там, например? Скажем, по сравнению с Кубаньем, мало что. Я бы не сказал. То есть, вот просто есть вот этот южно-русский кластер, который и регионы внутри этого кластера, они, мне кажется, именно с точки зрения модели поведения людей, их психологии, их образ жизни и мышления не так сильно отличаются. А вот от Северо-Запада или от Сибирь, да, это отличие довольно ощутимое. То есть, в общем-то, наши люди, можно сказать. Все наши люди, да, все по-своему разнообразные. Скажите, как вы считаете, когда уже мир признает Крым российским? Произойдет ли вообще это когда-то? И если есть какие-то прогнозы, отзвучите их. Ну, вы знаете, я бы этого не ждал в обозримое время. Главное, еще раз повторю, чтобы российский бизнес в полном объеме признал Крым российским. Начнем с этого, и это уже будет способствовать решению многих социально-экономических проблем. Это во многом зависит от развития ситуации на Украине. Потому что Крым будет признан российским, если говорить о коротком горизонте, или в том случае, если произойдет пересборка государства под названием Украина. То есть, если там будет какой-то такой кризис, в результате которого произойдет переучреждение государства. Тогда этот вопрос о признании решится автоматически. Либо какие-то тектонические сдвиги в мировой политике. Как правило, связанные с большими кризисами. Поэтому признание со стороны мира не главное, на мой взгляд. Главное это то, как сама Россия выстроит развитие этого региона. Ну и раз уж мы коснулись темы Украины, кризиса, все, что сейчас происходит, как это можно назвать? И, может быть, тоже есть ваше мнение, кому это нужно? Вот эта ситуация, которая сейчас происходит на Украине, в частности, конечно, всех волнует проблема на Донбассе, война, боевые действия. Что об этом? В истории часто происходят вещи, которые никому не нужны, на которые все равно происходят. И, конечно, проблема Донбасса и прежде всего самопровозглашенных республик, все-таки это наиболее острая болевая точка, будем откровенны. Она связана с тем, что Киев их на условиях автономии обратно не хочет принимать. С одной стороны, с другой стороны, и Россия не дает им достаточно четкой, внятной, определенной перспективы на будущее. И возникает период такого временщичества, период безвремения. А безвремени правит логика временщиков. И это большая проблема, которая является испытанием на прочность для этого региона. И я убежден, что вот этот период безвремени нельзя длить очень долго. То есть это не тот вариант, когда, как это было долго, там, с Абхазией и Южной Осетией или с Приднестровьем, замороженный конфликт мог сохраняться 10-15 лет. Просто регион больше, население больше, разрушение больше. Нет международной правовой модели формулы заморозки, потому что и Приднестровский конфликт, и вот с Грузией, и Абхазией, и Южной Осетией. Там была достаточно такая серьезная модель урегулирования при посредничестве и, в общем, под контролем России на абсолютно официальных началах, закрепленные договорами. Здесь ничего этого нет. Поэтому я думаю, что эту проблему придется решать раньше, чем многим хотелось бы, чем мы склонны думать. Скажите, а Россия как-то может повлиять на исход событий или на то, как это сейчас все продвигается, или на завершение таких серьезных? Россия сейчас занимает, в любом смысле, в ожидательную позицию. Вопрос стоит в том, чтобы мы для себя решили, чего именно мы ждем. Какое-то время мы ждали того, что будет понятно, что Украина не выполнит минские соглашения. Сейчас это уже понятно, это признается фактически официально. Чего мы ждем сейчас? Что будет попытка военного реванша, прямого, жесткого, не исключено. Хотя, я думаю, что вряд ли. Потому что все помнят про эти котлы и боятся этого повторения. Дальше ждем ли мы того, что Украина сама вдруг как-то развалится, там будет новый Майдан или какой-то такой кризис, который полностью изменит контекст донбасской проблемы. Тоже не думаю, это не исключено. Но это не тот сценарий, который можно закладывать в базовые прогнозы, исходя из которого можно строить собственную политику. Ждем ли мы того, что Запад будет изменить позицию? Тоже это ждать у моря погоды можно очень долго. Поэтому для меня все менее ясен ответ на вопрос, а чего именно мы ждем? В случае с Донбассом. Прекрасно понимаю, что Киев обратно этот регион не берет. На условиях автономии, то есть на сколько-нибудь приемлемых условиях. Поэтому вопрос времени, на мой взгляд, когда Россия вынуждена будет пойти по пути легализации, там поэтапного признания этих самопровозглашенных образований. Но это реально вообще? Я думаю, что это в каком-то смысле неизбежно. В ситуации, когда Киев отказывается реинтегрировать Донбасс. Просто потому, что эта проблема не может быть бесконечно подвешенной. Это же болевая точка и для России. Это точка, на которую можно в любой момент нажать и с военной точки зрения. Это проблема и моральная, и политическая, и психологическая для людей, которые там живут. А значит, и для нас, которые испытывают с ними солидарность. Это проблема экономическая, потому что каждый месяц это имеет определенную стоимость. А в ситуации, когда это все в серой зоне происходит, эти расходы не контролируются. Расходы со стороны Российской Федерации. И в какой-то момент, если уже спроецировать на длинную перспективу, я прихожу к выводу, что восстановительные инвестиции, они там, конечно, большие потребуются. Осуществить в разумные сроки, по разумному плану, было бы дешевле, чем бесконечно длить вот это вот существование серой зоны и без времени. А если инвестиции, значит, нужно решать вопрос о статусе. Потому что инвестиции в никуда никто не может и не будет и не должен направляться. Вот как быстро удастся эту дилемму решить, не знаю. Но это не десятилетие, это несколько лет. Скажите, а государственный переворот снова может, по вашему мнению, произойти на Украине? Может, но это вероятность, которую не стоит закладывать в какие-то свои планы и сценарии. То есть это, опять же, ждать у моря погоды. Это не то, на что мы должны рассчитывать. Ну а в Крыму, как тоже, опять-таки, по вашему мнению, произошло все, скажем, если так можно выразиться, благодаря перевороту на Украине, который случился. То есть этот референдум, то, собственно... Конечно, конечно, безусловно. Это последствия украинского Майдана. Но не будем забывать о том, что это и последствия выступления самих крымчан. И в каком смысле спусковой механизм, такой точкой отчета стал большой митинг в Севастополе 23 февраля. Если бы не было этого митинга, я не знаю вообще, возможно ли было бы то, что произошло. И у меня было ощущение, что и в Москве происходит такой мучительный, сложный процесс выбора, принятия решений после того, как это стало происходить. И это, кстати говоря, пример того, как даже небольшие воздействия, воля действия отдельных лиц, групп людей могут менять историю. Мне кажется, это и произошло. Ну скажите, это ожидаемо было? Вот политики, политологи... Конечно же нет. ...в преддверии этого всего обсуждали это как-то? Конечно же нет. Тот сценарий, который был реализован в феврале-марте 2014 года для Крыма, никто его не предвидел и не ожидал. Было ожидаемо, что Россия как-то будет отвечать на украинский госпереворот. Но то, что произошло, конечно, ничьи прогнозы не укладывалось, будем откровенны. И это стало сюрпризом для многих российских элит, причем для значительной их части, скажу честно, неприятным сюрпризом. То есть для той их части, которая ориентирована на прежде всего западные интересы. А в чем была опасность для России вот в тот момент принятия Крыма? Опасностей было много. И главный из них, конечно, это война. То, что удалось реализовать такое масштабное историческое действие мирным путем, это большая удача и большая заслуга. И вооруженных сил, и российских властей, и крымчан, в каком смысле, и тех военнослужащих ВСУ, которые были в Крыму, и которые просто не хотели воевать со своими. Многие из них, по крайней мере, исходили из этого. Благодаря этому в Крыму над Крымом сегодня мирное небо. Безусловно. То, что такие масштабные исторические события произошли мирно. Напомню, Крым был одним из самых, нет, даже самым милитаризованным регионом Украины. То есть все могло быть, конечно, совершенно иначе. И то, что все это произошло мирно, это большая удача и заслуга тех людей, которые этим занимались, которые это организовывали уже с точки зрения логистической, стратегической. Вы принимаете участие в ток-шоу на федеральном уровне. Вы встречаетесь со своими оппонентами с Украины. Скажите, вот эти вот их, скажем, выкрики, возгласы, их мнения, то, что они воспроизводят в эфире, а за кулисами как-то меняется? Или это, может быть, националисты люди? Либо это вот, то есть, они такие, как вот в эфире, такие же. Они искренние, они искренние. Другое дело, что на кулуарах они могут быть менее эмоциональны, но они соответствуют себе. То есть это, конечно, определенное мировоззрение. Я, правда, стараюсь не участвовать в передачах по украинской теме, смысл которых просто вот в таком взаимном переругивании. Потому что нам нужно уже, я считаю, между собой, не с ними, а серьезно говорить о том, а что нам делать с Донбассом и с Украиной в целом. Потому что, ну, это же одна из наших больших национальных задач, я бы сказал, национальных таких бед. То, что произошло в целом с Украиной, это, конечно, национальная беда русского мира. У нас с 13 века и до фикс нашей истории стояло воссоединение русских земель, воссоединение с западно-русскими землями, которые оказались под властью сначала Великого княжества Литовского, потом Речи Посполитой, это одна из основных содержательных линий нашей истории. И именно здесь мы, скажем так, терпим поражение. И к этому нужно относиться именно как к большой исторической борьбе, рассчитанной на десятилетия. А я такого подхода не вижу. Я вижу просто вот это примитивное переругивание. Скажите, а вот, скажем так, национализм, который сейчас процветает на Украине, когда люди восхваляют Бандеру, да, вот вернулись, вот как бы, я не знаю, они когда этого как-то так в принципе не было официально, сейчас все его полюбили, все его считают национальным героем. К чему это может привести? Ну, прежде всего, это приводит к зачистке несогласных. Это мы уже видим. Это очень важный фактор, который мы недооцениваем. То, что несогласная часть Украины сейчас, ну, очень сильно подавлена и морально, и просто с точки зрения силового давления. Поэтому ожидать возникновения какой-то эффективной, сильной оппозиции в этой ситуации очень сложная. Ситуация, когда государственный аппарат и силовой аппарат все-таки контролируются носителями этой идеологии. Не обязательно в ее радикальных формах. Но в любом случае идеологии, согласно которой Россия враг, совместной истории не было, была история войн и так далее, и тому подобное. И сторонники этой идеологии, может быть, не составляют большинства на Украине, там, абсолютного, безусловного, безоговорочного. Но они составляют безусловное большинство в политическом классе. И, ну, скажем так, в аппарате, в масс-медиа, в видеокультурных элит. А это то, что социологии называют структурой гегемонии. То есть структурой преобладания, подавления. И вот, когда мы видим эти структуры гегемонии, не стоит питать никаких иллюзий относительно того, что альтернативная, несогласная другая Украина может как-то сама это преодолеть. То есть это, к сожалению, всерьез и надолго. Вот это вот воспитание нелюбви к России, да, вот оно прям серьезно тоже на этом делают ставки. Но ведь на территории Российской Федерации в России у русских вообще как бы этого не происходит, да. То есть со стороны русских и России в целом, наоборот, как-то вот мы обсуждаем, что нужно дружить, нужно, да, находить какие-то точки соприкосновения, взаимоотношения и так далее. То есть не воспитываем вот этой ненависти. Почему? Для чего делается это там? Ну, это связано вот с той моделью украинской идентичности, которая насаждалась и формировалась как антирусская. Причем достаточно с давних пор. Вот эта вот замечательная кричалка «Кто не скачет, тот москаль», она в этом смысле очень наглядная, потому что украинцу и малоросу, если хотите, нужно прикладывать специальные усилия для того, чтобы показывать, что он не русский. Потому что он не русский в широком смысле, что он не является носителем вот этой вот большой исторической преемственности, потому что раньше была концепция тройственного русского народа, великороссы, малороссы, белорусы. И вот для того, чтобы показать, что нет, мы не являемся частью вот этого большого единства, для этого нужно прикладывать специальные усилия. Абсурдные, да? Нужно скакать, нужно показывать, что нет, мы не такие, мы другие, да. И вот эти абсурдные усилия, они составляют содержание процесса украинского нациостроительства. Если бы там был более такой прагматичный национальный патриотизм, то, конечно, для них было бы очень выгодно выстраивать многовекторную политику, но делать что-то похожее на то, что было при Кучме, поддерживать отношения и с Россией, и с Западом. Кроме того, даже спокойно относиться к двуязычию, потому что то, что ирландцы говорят по-английски, абсолютно не мешает им быть другим народом и думать об англичанах то, что они думают. То есть не хватает гибкости украинскому национализму для того, чтобы быть эффективным. Ну и как бы в дальнейшем, а может ли возникнуть эта дружба, объединение? Ведь в Крыму действительно есть такая проблема, все о ней знают, что очень много семейных таких вот связей с Украиной, между Крымом и Украиной. Как вы считаете, какова? В большом счете, все зависит от нескольких факторов. Один из этих факторов то, как решится судьба Донбасса. Потому что сегодня Донбасс это жупел, это антипример для юго-восточных регионов Украины, им показывают, вот смотрите, вы хотите русского языка, как государство, вы хотите федерализации, ну тогда вот, пожалуйста, посмотрите, что происходит в Донецке, где разрушаются дома, где гибнут дети, где из-за блокады возникают проблемы, продуктами первой необходимости и так далее и тому подобное. Это антипример. И как кончится эта история, то есть будет ли у этой тяжелой, драматической, трагической истории хотя бы отчасти хороший конец, от этого зависит авторитет русского и российского проекта в глазах юго-восточных регионов Украины. Поэтому именно я вот это придаю такое значение этой модельной ситуации, что их история трагическая должна все-таки в конечном счете закончиться хорошо, по моему глубокому убеждению. И второй момент, это сценарий развития самой России. Если Россия будет полюсом развития, то многие проблемы решатся автоматически. А это зависит только от нас. Будем надеяться, что все будет развиваться именно так, как вы говорите, в хорошем русле и в позитивном. И в заключении нашей беседы скажите, пожалуйста, несколько слов о планах, с чем вы приехали в Крым, о чем хотите поговорить, или, может быть, ждете каких-то вопросов от общественности, которая сегодня с вами встречается. Конечно, мне было бы интересно не только поговорить, но и послушать. Я исхожу из того, что мы в Москве делаем большую ошибку, живя под лозунгом «Крым и так наш». То есть, понимаете, что вроде, ну да, воссоединение было абсолютно искренним, это было праздником, я помню свои впечатления, в день референдума и в Симферополе, и в Севастополе я был. Но интеграция не происходит автоматически. Это сложный процесс, которым нужно заниматься ежедневно и в разных плоскостях. И экономической, и социальной, и культурной, и идеологической. И пока есть во многих отношениях разрыв между Крымом и материком. И мы прилагаем недостаточно усилий для того, чтобы этот разрыв ликвидировать, для того, чтобы жить в общей смысловой повестке дня, для того, чтобы у Крыма, как региона в составе России, был собственный образ будущего, позитивный, с четким и реалистичным пониманием того, как будут решаться те системные проблемы, которые есть у региона, которые для него специфичны. Для этого, вот, кстати говоря, формат А3 – это один из проектов, которые, ну что ли, восполняют этот дефицит. Это дефицит общения по проблемам и дефицит взаимопонимания, а просто такой связности смысловой, информационной между Крымом и материком. Поэтому я бы исходил из того, что интеграция должна быть осмысленной задачей и для Симферополя, Севастополя, и для Москвы на ближайшие годы, причем понятая не узко, а разнопланово. Потому что вот те 25 лет взаимоизоляции, которые были, они не проходят даром. И автоматически эта взаимоизоляция, даже если есть стремление навстречу друг к другу, не проходит. Этим нужно заниматься целенаправленно и профессионально. То есть впереди нас ждет плодотворная, долгая работа совместная. Ну, мы будем надеяться, по крайней мере, она абсолютно необходима. Спасибо вам, спасибо за вашу интересную беседу. Мы желаем вам хорошо провести время в Крыму, встретиться с людьми, которые вас ждут. А я напоминаю, сегодня в гостях у нас был президент Института национальной стратегии, известный российский политолог и философ Михаил Ремезов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин